Всем привет! Привет! Меня зовут Тамара Жирова, я преподаю русский язык и это мой любимый учебник русского языка. А это его автор Станислав Чернышев. Да, привет, это я. Станислав, у вас есть школа в центре Петербурга и вы директор и преподаватель. Да, мы сейчас в школе. Наверное, вы очень много работаете. Обычно, да. Я работаю в классе 20, 30 или 40 уроков в неделю. Но сейчас я работаю не так много, потому что я пишу новую книгу, русскую грамматику. А живете вы тоже в центре? Да, сейчас я живу в центре, в очень красивом месте. Я очень рад. А вы на работу ходите пешком или ездите на транспорте? Обычно. Я езжу на работу на такси, потому что такси в Санкт-Петербурге стоит недорого. Моя жена Алла и я, мы работаем в школе вместе и мы ездим на работу на такси тоже вместе. Это экономно. А как вы отдыхаете? Вы рассказывали в книге «Поехали», что вы ходите в спортзал. Да, я люблю спорт. Я хожу в спортзал три раза в неделю и иногда еще я бегаю утром. А что еще вы делаете в свободное время? Вы ходите в рестораны, в кино? Я очень люблю ходить в кино, но я хожу в кино очень редко. Два раза в год или раз в год. Мы ходим в рестораны, потому что рестораны в Петербурге хорошие и тоже недорогие. И я хожу в театр. Я люблю оперу. Еще у меня есть друзья-музыканты. Они играют рок. И я люблю ходить на их концерты. Ага. А я читала, что вы ходили в джазовую школу. Да, это правда. И что вы изучали? Я играл на бас-гитаре. Ага. И у вас была группа? Я играл в группе. Это была группа Метрополия. И все мои друзья-музыканты, они играют сейчас тоже. А я преподаватель и пишу книги. Ага. У меня тоже была группа раньше. А интересно. Можно попробовать играть вместе. Отличная идея. А еще один вопрос. У вас есть канал на ютубе или на ютубе? Да, есть. И о чем вы рассказываете? Ну, я делаю видео о русской истории и культуре. У меня есть серия русский календарь. Это интересные факты из русской истории. И есть русские новости. Иногда я рассказываю новости о России. Политика, экономика, культура. Такие вещи. И иногда даже читаю рэп для студентов. Да, мне очень нравится ваш рэп. Спасибо. И мои студенты говорят, что они практически все понимают, что говорит Станислав, потому что Станислав говорит не очень быстро и просто. Да. И скоро я планирую сделать новый рэп о Санкт-Петербурге. Вау. Спасибо большое за интервью. Спасибо за компанию, Тамара. Всем до свидания. Пока. Продолжение следует...